Здравствуйте! Бохотаром в фильме Куэскула и нас наипекнейших рыб аквариумов с родины кирисковатых – кирисек Адольфа, коридора с Адольфой. Кириски Адольфа, как и иные гадунки кирисков, не только отживаем в долгой варствах аквариумов, но и со мной с доскональными салитаришами, очищающими подложи от решеток спадающего на дно покарма. Это один из моих любимых гадунков с родины кирисковатых. Гадунок, который, кстати, еще не такой популярный, как и другие представители кирисковатых, как например кирисек Пстрим, кирисек Венезуэла, Орэндж или кирисек Стерб, потому что по разу первый стал описан пурцкий рэп в 1982 году и названный на честь бразильского экспортера рыб Адольфа Шварца. Я уверен, что не забываю своим спокойным подставом, с прекрасным убарвением и цикавым захоронем гадунок дан изыска популярность заровно в среди почеткующих, как и достоинственных акваристов. На почетку, я, однако, хотел бы захотеть до собственного канала, в чесненчу звонка и выставлению комментариев. Помимо 30-летнего распространения в бранже акваристичной, то в дальшем ciąгу захотеть и мотивировать меня до дальнейшей прации, целью этого распространения милости до акваристики. Кириски Адольфа походим из Америки Полудневой. Выстанкиваем в плитких, так званых черных водах, даже черрионегро в Бразилии. Четлиско то звыкле завира волну, или среднюю плотную воду, с герстым рощинностью, прибрежным и пиашнистым днем, покрытым зваленными галензами, коренями, древ и щиулком. Вода, с регулы, есть кващная, с небольшой твердостью выглядела, а забарвение есть бронзовое, с поводу obecности субстанцией умывающих, уважняющих, подчас розкладу матери органической. Почеткующим акваристам варто застанавливаться перед купом этих рыбок, потому что они более вымагающие, чем другие представители кирисковатых. Кириски Адольфа с рыбками лавицовыми, поэтому аквариум должен быть в группах от 6 до 8 особников. Варто зазначить, что в большей группе рыбки не только презентуются красиво, но также показывают более натуральные действия. Они присутствуют до проживания в водах убогих в тленях. Так же, как и другие коридорасы выпосажены в дополнительный нагруз от отдыха, поэтому могут отдыхать поверхностно. На одну группу потребуется от 8 л воды, поэтому аквариум должен быть более 80 л. до 5-6 см. Плотность осенью веку от 6 до 7 месяцев. Живем от 4 до 5 лет. Кириски Адольфа имеют типовый для коридорасов кшталл цела. Глова с дужными рухомыми оцами. Отбор гембовый в положении долгом с 3 парами воншиков. Всякие плитки прозрачные, а промене плит персиовых преображены в кольцах. Кириски Адольфа имеют сребристо-кремовое тело с двумя черными прегами. Первая бегает на голове в поверхности очи, а другая с дужных частей жбетов. Между ними находится огромное помаранчевое пламо. Не покрытие двумя плиток косных. Разровня плитки не сладкое. Самцы грубшие и ширшие от самцов. Добре это видно на рыбе с гури. гури. Кириски отживаются невеликими безкряговцами, ларвами, зеоплантоном, лунами. Кармиц рыбак можно живым охотком, рулечником, водзенем, усником, артемием. Можно кармиц покармами сухими, сухими. Варто запамятать, что если мы решимы на покармы сухие, покупаем только для коридора. Варто также заметить, что рыбки лучше, когда мы получаем живые или сухие. Рыбы должны кармить 2-3 раз в день в маленьких портах. Кириски идеально нададимы аквариумов. Можно их тримать с довольными и легкими рыбками, такими, например, с выворотками, кирисками, скалерами, неонами, кардиналками, безчеками. Не полетит, но тримать их с велонками, с рыбами драпезными, с пеленцами, с пеленцами, с ежур малого и тангаником. Размазание Осоохнение тарла легко, но как показывает практика, значительно труднее есть преимущество на рыбках. Важно, чтобы основа аквариумов была широка, более вспоминающая квадрат, ниж гвозьки простого. Важно, нужно размазать при ваде самцов, на 1-3 самцов. Лепси эффект в присадном размазании. Подложение необовязковое. Даже без подложений мы получаем лепси эффект. Вода должна быть мягкая и квасная. Параметры воды pH 6,5-7, гх ниже, 6. До аквариума кладем фильтр. Potrzebная добра фильтрация и аэрация воды. Водцем до тарла, как и в случае всех кирисковатых, душе оближение температуры, 2-3 стоп. Лепси эффект при нижнем тиснении атмосферы. През планованным тарлом родицем разделяем и тримаем в особенных горниках около 2-х дней. Чаще кормим живыми покормами. Подменяем воду до 50% на свежем. Тарлу дождь нитиповым. На этом самце гоним самичка. Позднее самичка подпливает до самца, а берет густо носение, откладываясь одновременно несколько зеранок и клы, которые тримаем плетами. Наступно откладываю место, смарываю яйка насеньем и приклею до шибы или субтраты. Захинцам до объявления как она делает кирисковатых тарл. Продолжение подпливает тарл. Родицы приносим до одного зборника, а до воды добавляем блэнкет метиловый так, чтобы вода мала ясно-небески очки. Икра есть врагливая на эффекции грибича. Икра нужно проверить каждое зеркало. Воложение Залежит от температуры воды. Зазвучит это третий от 4 до 5 дней. Покарь стартовый артемия. Как на рыбок подростнее, можно стопнево приставить на дробный рулечник. Ходовля на рыбку есть достаточно прасохранным процессом, потому что на рыбок есть податный на хоробы и имеет высокую смертельность, особенно в первых днях жизни. Належит зауважить, что изменя всказников химических и температурных о заливе 2 стопня может забить и ларвы, и на рыбок. Кормить нужно 5-6 раз в день. В первом неделе осветление должно быть отключено через целую добы. Очень важно, чтобы покарль на рыбку был доступен целый час в маленьких количествах. На этом все. Все вопросы и комментарии можно оставить под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.